приветствую вас друзья сегодня порисуем немножко акварелью будет такая импровизация цветочная скорее всего это будет василек у меня сегодня по плану по крайней мере есть его нарисовать а там как пойдет уже я смочила лист я намочил его полностью под краном с двух сторон и приложила на такую пленочку чтобы лист прилип и чтобы он у нас был достаточно увлажнен так как у меня уже немножко посохла водичка я еще чуть чуть добавляю сейчас я буду про зеленые оттенки с них зеленые желтые побольше водички и начну создавать развода можно заливать большие площади чтобы создать например фон если мы хотим можно не очень большие то нас задний план и когда он немножко подсохнет он питается и цвет будет уже не таким ярким это катушка тут попадается мне добавлю голубого здесь у меня два вида акварель я вот это у меня акварель старая еще институтская до сих пор сохранилась по моему этом была ленинград а здесь у меня если я не ошибаюсь брауберг кажется жидкая акварель которая в тюбиках продается и вот что я сейчас сделаю пока у меня влажная такая бумага я уже начну вот так вот вкапывать и могу немножко создать форму смотрите у меня фактически уже готов фон для васильков получается пока мокрая бумага она очень хорошо создает вот эти вот развода я могу просто ставить точечки могу ставить какую-то точечку и немножко задавать направление где-то ставить какие-то акценты например более насыщенного тона там где у меня будет более яркий цвет могу добавить больше краски и создать какое-то движение и это у меня уже получается непроизвольно то есть я не планировала пока еще начинать цветок но вот так как легла форма сразу можно уже его и начать прорисовывать тогда будет у меня один цветок на переднем плане здесь вот я его сделаю покрупнее немножко с фиолетовым оттенка поработать синий фиолетовый здесь у меня тут сейчас на данный момент три оттенка два оттенка синего и фиолетового здесь у меня сразу 3 синих цвета поэтому я смешиваю их все вместе они дают такой вот цвет красивый который в принципе мне подходит если бы не подходил я бы добавляла еще что-то по василькам это у меня получается будет вторая картина с васильками одна у меня уже была была маслом акварельная по моему у меня первые васильки чуть-чуть добавлю сюда вот цветок тем которые на заднем фоне у нас прорисовываются задний фон у нас должен быть более размытым расплывчатым так как он у нас как бы вдалеке так и смотрю что мне еще сюда надо начну уже какие-то прорисовывать веточки листики у нас такая чашечка да там из которой цветок у нас распускается и в центре у нас есть сердцевинка из которой я уже начну это сейчас намечать немножко пока еще бумага сырая хорошо растекается вот хочется мне немножко теплого оттенка добавить мордового немножко коричневатый цвет соединение синий будет да и добавлю сейчас какие-то моменты тени лепесточки какие-то можно подчеркнуть еще в данном случае мне не стоит задача что-то прямо четко прорисовывать то есть это у меня будет такое больше прозрачное состояние нужно передавать поэтому какие-то лепестки я не планирую там особо сильно прорисовывать я просто и буду сейчас выделять там по ходу посмотрю может быть где-то вот сейчас хочется мне уже кончики какие-то прорисовать зветочки у нас лепестка могут быть где-то вверх где-то вниз когда мы рисуем что-то природное стоит не забывать о том что в природе у нас нет какого-то такого прямого цвета из баночки грубо говоря один и тот же цвет он имеет массу оттенков если мы посмотрим например на солнце на какой-то природный объект мы видим что он имеет множество один цвет он имеет множество цветов сейчас я взяла два цвета и вот они у меня оба на кисточке особо сильно их не перемешиваю тогда они могут тоже дать интересный эффект отразить сразу два цвета немножко бордового хочу тут у меня уже достаточно темно получилось поэтому не надо уже сюда так хочется мне изумрудного немножко добавить так и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше вот я смотрю просто по разводам, которые у меня изначально вышли и смотрю, что я хочу туда добавить... Может быть, разный цвет... Вы тоже можете импровизировать, выбирать разные оттенки, разные цвета, какие вам нравятся... Если мы не размазываем, а просто красим кончиком кисточки, вот так вот мы можем кончиком внедрять как бы краску... Где-то точечки я могу поставить, а где-то провести линию... Где-то усилить какие-то тени, например... Когда подсыхает, я уже могу еще добавить цвета... То есть, когда цвет подсыхает, он немножко становится более бледным, чем когда мы красим... Но это еще зависит тоже от краски, от бумаги... Очень много... Хочется мне как-то вот этот угол светлым больше оставить... Хочется мне как-то гласих... Император... Продолжение следует... В эту сторону сделаю потеплее оттенки. Тут у меня уже подсохло немножко. Если подсыхает, можно смочить еще водичкой. Но лучше следить за тем, как подсыхает. И если мы планируем еще что-то по мокрому писать, то лучше смачивать на той стадии, когда еще не засохла краска. Если нам нужен такой эффект. Потому что от бумаги и от краски будет зависеть, как будут проявляться потом какие-то узоры разводов. Так. 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 Какие-то линии я делаю более потолще. Какие-то тоненькие. Я где-то могу стебельки какие-то прорисовать. Например. Или травинки. Я добавлю немного оранжевого DeixaNet Los purposes. У этих прорисового цвета марки в인데у в некоторое lost. Получается. Продолжение следует. И сюда вот просто я решила немножко каких-то еще разнообразить пятен. Помощница моя пришла помогать. Продолжение следует. На таких работах, можно сказать, правополушертное рисование, да? На таких работах просто отключаем свой ум и делаем то, что нам нравится. Чувствуем просто какое-то сочетание цвета, которое нам хочется привнести. В данном случае у меня не стоит задача сделать какую-то точную копию цветка, например. Я просто импровизирую. Создают такие пятна, которые я хочу. Немножко здесь размою. Сюда вот хочется мне теперь тепленького чего-то добавить. Так. Смотрите. И что вот хочется мне еще вот сюда какие-то акценты яркости сделать. Еще раз. Здесь цвет уже впитался. Теперь я хочу еще его усилить, добавить. Каких-то оттенков. фиолетовый, заморудный, синий. Беру. Какие-то уже могу там мелкие, например, детальки. Точечки. Не очень много я смотрю по тому, как у меня легла краска. И как бы обтекаю ее в разные формы. То есть у меня есть узор какой-то, который, например, уже здесь присутствует. Я могу просто его как-то прорисовать. Что-то с ним сделать интересненькое. Троненькие, например. Какие-то. Что-то тоненькое. Я смотрю там, где подсохло. Как подсохло, если еще влажная бумага. Она будет немножко впитываться, немножко растекаться. Там, где совсем сухая уже будет. Прорисовываться по-сухому. По-другому ложится. То есть то, что у нас там так размыто, как будто у нас вдали получается. И какие-то более явные детали у нас выдвигают уже на передний план рисунок. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я пойду поменяю воду... Вот я уже с чистой водичкой... Продолжаю... Вот теперь хочется мне что-то вот здесь уже поработать... Немножко добавляю воды... Лучше... Лучше делать фон сразу... Допустим, если вы хотите... Какой-то задний план... В каком-то цвете, в оттенке каком-то, например... То... Неплохо его сделать сразу... Потому что... Когда будет засыхать... Соответственно, форма, как вы будете вести эту воду... Она будет повторяться... Поэтому я форму воды тоже... Прорисовываю... Если у меня будут какие-то разводы краски... Она потечет, допустим, где-то размоется... То, чтобы она у меня была... Именно в том виде... В котором мне надо... То есть... Вот, например... Хорошее такое местечко... Да? Красиво... Растеклось... Соединение двух цветов... Так... И... Что же я хочу... Что я хочу добавить туда... Так... Может быть... Может быть... Может быть... Желтенького... Чуть-чуть... Ну... Немного... Солнечного... Совсем чуть-чуть... Прозрачненького... Потому что у меня здесь уже есть эти оттенки... Немножко... Зеленушечки... Как продолжение листвы... Так как у меня тут есть цветочки... Но... Я здесь не буду делать... Прорисовку такую сейчас... По крайней мере... Потому что... Это у меня все-таки... Задний план... Хочу... Чтобы там у меня... Растекалось... Так... Мне хочется сделать что-то интересное... Все-таки... Не знаю... Покапать какой-то краски... Темновато получилось... Малиновый... Люблю... Это сочетание... Цвити... Если красивые оттенки... То... Может интересно получаться... Так... Хотела сейчас взять... Вот этот вот такой... На самом деле... Когда выдавливаешь краску... Красивый оттенок... Но когда рисуешь... Не очень... Фактура мне понравилась... Другой возьму... Тут у меня есть... Такие оттенки... Вот хочу сюда... Только... Не очень много... О.... Тех... А-а... Так, ну-ка, что-то тут сейчас придумаю. Так, ну-ка, что-то сейчас придумаю. Так, и немножко зелененького. Главное тоже не переборщить, да, смотря что хотим добиться. Так, я сейчас просто водичкой. Теперь этот цвет куда-то развею. Так. 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 поработать с цветочками еще деталек каких-то то есть я смотрю уже по форме это мне например хочется что-то подчеркнуть какой-то рисуночек делать соответственно у вас тоже будет что-то совершенно свое уникальное потому что каждый раз вот он не повторяется до каждый цвет оттенок он будет уникально даже если вы будете полностью стараться копировать то все равно у вас будет что-то свое раз вот какая-то там травинка у меня вдруг появилась тут я смотрю потому как растекается краска допустим тут мне хочется теперь прозрачным более цветом объединить допустим вот этого движения листочек делать вот тут у нас фактически уже сам то листочек прорисовался самим разводом могу просто обозначить кое-где какие-то деталечки у меня это нужно опять же если я хочу это сделать стебелечек прорисовать вот светло-зеленым хочется немножко травки такой тепленькой здесь вот немножко добавить хорошо оставлять вот где-то светлые пятна не старайтесь все прямо закрасить пусть остается сохраняется прозрачность вот тут вот я сделала достаточно активный фон до что-то мне захотелось туда внедрить цвета и значит я буду сейчас более активно прорисую какие-то детальки еще на самом басильке вот так вот эти зеленые ушечки вот сюда можно мягко сейчас немножко работаем с васильком в принципе уже тут все засохло не очень я люблю когда так подсыхает уже если посохла то у меня уже будет вот как вот в этих моментах работа которая более отражает детали поэтому тут уже надо мне поаккуратнее с тем что я хочу изобразить более четко понимать что мы делаем где мы прорисовываем какие формы хорошо подчеркивает например тени что мы делим лепесточки нас имеют тень сзади например немножко более прозрачный цвет я возьму сзади например немножко более прозрачный цвет я возьму как я все прошлое все я сзади в рисовала ножка чушечку тут у меня уже есть стебель очень дает сейчас просто где тоже как бы рисую какие-то детальки сохраняя вот эту вот прозрачность которая была здесь поярче она будет выделить сейчас точечки вот эти печеночки можно немножко зубоводном тоже такой синий сделать те цвет у меня тут достаточно насыщены уже и больше фиолетового вот сюда добавить центр там просто уже нужно быть и густота потому что есть глубина откуда выходят эти лепесточки так и то же самое можно сделать на других но не так ярко рисовать какие то формы движения лепестков то есть фактически задний план я просто их обозначаю но не углубляясь в детальную прорисовку что это у меня задний план сили чуть краешки в серединочку чуть-чуть хочу размазать Вот здесь вот вверх. Так, и... Сюда. Сделаю немножко. Бельков. Чуть-чуть размоем, чтобы они были не такие яркие. Так как вот я делала здесь еще дополнительно развод воды, у меня здесь есть границы. Границы этой воды. Я могу тоже эту границу как-нибудь интересно обозначить, добавить сюда что-то. Такой пушистый у меня будет цветочек. Таким прозрачненьким синим сделаю теперь такое движение нижнего слоя. Смотрю, нужно ли мне здесь что-то. Ну, я думаю, что вот здесь нужно. Потому что, смотрите, вот этот он имеет такой объем, да, и в принципе он достаточно завершен. А вот здесь вот что-то невнятное получилось, поэтому я сюда добавляю какие-то детальки. Или цвета добавляю. Или формы. Или то и другое. То есть, опять же, не стоит задача прорисовывать, да, но внятность какая-то должна у нас появиться. Что мы хотим. Так, теперь все, да, тоже чуть-чуть сделаю. В серединочку. Где-то смотрю уже по ходу дела, где чего добавить. Смотрю, устраивает меня это или нет. Кайфую я от того, что у меня получилось или нет. Хорошо, когда результат нравится. Ну что, лучший обрак хорошего, да. Главное еще вовремя остановиться. Вот я смотрю, все я сделала. Или мне еще хочется дорисовать. Или что-то подправить. Ну, практически все. Вот сейчас вот здесь что-то. надо сделать. Вот как тут у меня была зеленушка такая желтая. Такая полупрозрачная. Я сейчас сюда хочу тоже. Немножко. Такой. Травочки. Добавить. Чуть-чуть совсем. Даже еще легче. Больше воды. Сейчас посмотрю вот сюда. мне хочется вот. Наверное, акцент сделаю. Сюда какой-то. Вот добавляю, потому что немножко вот здесь вот активно у нас достаточно все, да. поэтому. Мы можем там доработать. Если бы у нас вот тут вот была прозрачность какая-то вокруг, тогда уже не стоило. Вот. И теперь у меня, чтобы не вылезал задний план все-таки, надо усилить немножко переднюю. Чуть-чуть смягчу водой теперь какие-то края. размоя. Чтобы они были не такие четкие. И теперь немножко вот тут вот еще добавлю чего-то поработаю. размоя. 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 здесь делаю такую достаточно яркую травинку. потому что мне нужен передний план сейчас вот тут хорошо получилось. да, есть и прозрачность и травинки на переднем плане. и чтобы задний план у нас все-таки ушел назад, а передний вышел вперед, нам нужны вот здесь вот какие-то акценты. поэтому я вот тут делаю в таком же холодном тоне по тому рисунку, который у меня уже прорисовался, есть. у меня тут растекалась краска, когда я ее беру и просто с ней играюсь как-то с цветом, с формой. нужно ли еще не могу еще какую-то травинку. я взяла немножко с бордом сейчас. вот на той травинке, которая у меня была. я еще добавила цвет. другой оттенок. и смотрю теперь в общем и целом, что хочется мне еще. ну вот куда-то сюда, наверное, еще тоже усилю. какой-нибудь еще. таким же тоном. может быть просто пятно какое-то, например, у вас. и снова смотрю в общем и целом, что хочется еще сделать или ничего не хочется. можно посмотреть на картину издалека. я думаю, что... да, все, я на этом, наверное, и закончу. сейчас вот буквально вот сюда мне захотелось немножко вот такое. в холодном тоне, но прозрачно вот как. вот этот лепесточек у меня есть. там вот какой-то задний, да, есть. вот сюда вот еще один. может быть, вот сюда еще один. даже вот этот вот просто так обозначить тоже холодным оттенком. и вот сюда тоже чуть-чуть холодного. почему? потому что вот все однообразны, одинаково с ним немножко присутствуют. вот сюда хочу какие-то выделить. тут вот можно тоже чуть-чуть. буквально вот пару штришочков. в непосредственно? так... аааа... Продолжение следует... Вот. И, пожалуй, на этом я и закончу. Сейчас я смотрю. В принципе, я думаю, что... Уже все тут. Хватит. Да. Вот такая картина у нас получилась. Надеюсь, вам понравилось. Данный урок, надеюсь, принес вам удовольствие, потому что мы от процесса рисования, от живописи должны, конечно же, получать, прежде всего, удовольствие, радость, чтобы нам не доставляло это положительные эмоции. Даже если что-то не получается, не стоит расстраиваться. Это такая картина у нас, импровизация, в которой мы пробуем, тренируемся. Поэтому, если вам понравилось, если вы получили удовольствие, хотите еще таких уроков, то пишите комментарии. С радостью что-нибудь порисуем еще. Хорошо. Я вас благодарю. Всем спасибо. Прислайте свои работы, показывайте. Мне будет очень интересно посмотреть, что у вас получилось. И, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Это будет очень хорошо поддерживать канал. А я еще раз вас благодарю. Всем пока-пока. Продолжение следует...